Белоснежные подзоры Сегодня еще можно увидеть дом, особое очарование которому придает именно искусная резьба Я строил дачу, смотрел у соседей, как домики эти растут, как они, что, ну простенько Но хотелось вот что-то такое творческое подойти Поэтому я занялся прорезной домовой резьбой Она понравилась моим всем семейным, и жене, и детям, и внукам Из досок, вот я сделал резьбу, сейчас это все украшает дом Всего 6 лет занимается Евгений Меркушев резьбой по дереву По профессии он инженер-энергетик После института работал на заводе «Буревестник» в Гатчине Откуда же эта тяга к искусству? Ну, жизнь связалась с искусством с детства Я уж не помню, когда там началось, и появилась тяга к бумажке, к бумаге и карандашикам цветным Там, и так далее Но она, наверное, с первого класса Потому что и в первом, и втором, и третьем классе, когда я жил и учился в Воронеже Я рисовал И, ну, был одним из лучших Когда я приехал в Ленинград, то я попал в класс Где были дети художников, архитекторов И когда я увидел, как они рисуют Это меня, конечно, очень заинтересовало Я одно время ходил в Дом пионеров на Невском Ну, в Дворец пионеров И там занимался рисунком А вот после института, когда появилось свободное время Я стал ходить в изостудию Гатчинского Дома культуры Там я познакомился с художниками И руководитель Запорожья, Борис Николаевич, у нас был Замечательный художник, он сейчас, слава богу, жив И после этого я стал участвовать в выставках Начиналось все с простых геометрических узоров Деревянных шкатулочек разных форм и размеров Постепенно приходил опыт и хотелось чего-то большего Несколько лет назад с группой гатчинских художников Я побывал в Германии и был на экскурсии в городе Страсбурге Там было личное время, мы прогуливались по улицам И там я увидел одну парадную дверь с кованой решеткой Вот такой очень красивый Мне запало это в душу, я просто сфотографировал Когда я вернулся, я сделал трафарет и перевел его в дерево У меня еще такая же повторная Есть две таких детали узорчатых Которые, я думаю, применить на даче Украсив их проемом между окнами Можно сказать, что работы Евгения Меркушева Сродни произведениям ювелирного искусства Растительный орнамент из цветов, листьев и плодов Затейливо переплетающихся в гирлянды Изящные линии модерна все радует глаз Мне очень нравится Альфонс Муха Потому что он основоположник модернизма И искусство соблазнять, как он выражался И всегда изображал красивых женщин В орнаменте Художник любил красивых женщин И в его творчестве они были аллегориями Различных видов искусства Поэзии, музыки, живописи и танца Вот это будет аллегория живописи Красота и гармония, воплощенная в дереве И работа на выставке в городском музее Удостоенный похвал профессионалов и земляков Еще одно подтвердение высокого мастерства их создателя Нет предела как бы совершенства Но профессионал, я же не профессионал Я любитель И все зависит у любителя, от его желания Оно может перейти на другую ступеньку И на что-то другое Когда работаешь с деревом Качество нужны терпение, желание И фантазия увидеть, что должно получиться В конце Потому что берешь чистую гладкую доску Наносишь на нее контур рисунок какой-то И начинаешь резать Где до фона выбрать Где углубить, где оставить Постепенно орнамент выходит из дерева Наружу И когда он вышел наружу И светотень начинает работать И тогда это привлекает И ты радуешься И думаешь Ну ты еще что-то можешь Удачно получилось Отрадно, что традиции деревянного зодчества живы Развиваются и совершенствуются Современными мастерами-резчиками по дереву Ведь все, что они создают Украшает мир А значит Делают его лучше Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова